Добрый день! Вы смотрите очередной выпуск программы «Точка зрения». С вами автор и ведущий Евгений Шибаршин. Мы рассказываем о некоторых наиболее интересных, на наш взгляд, событиях, которые произошли в последнее время не только в Кустанайской области, но и в республике. Программа называется «Точка зрения», поэтому мы не столько напоминаем об уже известных фактах, сколько пытаемся разобраться в их сути. Какие темы обсудим в сегодняшнем передаче? Вместо Конституционного совета в Казахстане будет учрежден Конституционный суд. Что изменится? Какие еще планируются инновации для усиления правозащитных институтов? На вопрос отвечает доктор юридических наук Сергей Жалыбин. В конце марта цены на пшеницу подскочили на 25%. Мукомолы заявили о возможности резкого сокращения объема своего производства. Как это скажется на обеспечении населения хлебом? Оценка ситуации руководства Министерства сельского хозяйства. Езда без правил. История о том, как мужчина проехал, лежа на капоте автомобиля, и чем это закончилось. Послание народу Казахстана президент Такаев озвучил еще 16 марта, но основные идеи предложенных реформ обсуждаются в обществе до сих пор. Правда, дискуссии идут в основном по поводу планируемых изменений в сфере политического устройства страны. Хотя не менее интересные инновации предлагаются и в других сферах. Например, вместо действующего сейчас Конституционного совета глава государства рекомендует учредить Конституционный суд. Оппозиционные политики о необходимости этого органа говорят уже более 20 лет. Они считают Конституционный суд обязательным институтом современного демократического общества. Данное предложение в послании скомпоновано с комплексом мер по инициативам президента, направленным на усиление правозащитных институтов. Чем они продиктованы? И какой эффект ожидается от этих мер? Ответить на эти вопросы мы попросили члена Совета сенаторов доктора юридических наук Сергея Жалыбина. Он избирался депутатом Сената и Мажелиса парламента Республики Казахстан. Более того, с 2004 по 2007 год воздавлял Мажелисе комитет по законодательству и судебно-правовой реформе. Не говоря уж о его участии в работе Совета по правовой политике при президенте Казахстана и комитете по демократии и правам человека Межпарламентского союза. — Добрый день, Сергей Михайлович! — Добрый день! — Вот в послании президент Казахстан Акаев, в его послании есть одно направление, оно называется «Усиление правозащитных институтов». И там такая инновация, мне кажется, достаточно ощутимая, среди всех остальных, это учреждение конституционного суда. Ну, такая в своем докладе сказала, что он уже существовал в первые годы независимости Казахстана, но затем все-таки в действующей сегодня конституции, все-таки согласно этой конституции был создан Конституционный совет. На ваш взгляд, Конституционный совет, он себя, вот эта структура себя не оправдала. Вот этот институт, который был учрежден в связи с принятием Конституции 95-го года, он на том этапе был совершенно оправданным, и он был призван толковать законы на предмет соответствия их Конституции, норм Конституции, потому что вы же понимаете, что законотворчество тогда развивалось очень бурно. Надо было создавать полностью весь плац законодательных актов независимого Казахстана. И всегда существовала возможность ошибки в принятии того или иного закона, который был бы издан не в рамках действующей Конституции. Конституционный суд чем отличается от Конституционного совета? Дело в том, что в Конституционный совет, о котором мы говорили, могут обращаться только несколько уполномоченных лиц. Это президент, премьер-министр, два спикера, я имею в виду мажориста и сената председателей, одна пятая часть депутатского корпуса, и суды, вот когда суды обнаруживают несоответствие требований Конституции в той или иной норме. Вот сейчас круг расширяется. Прежде всего, речь идет о чем? О том, чтобы предоставить право обращения в Конституционный суд отдельным гражданам. Что это означает? Это не значит, кстати говоря, что гражданин любой может обратиться в суд. В Конституционный суд, я имею в виду. У населения вообще складывается мнение о том, что вот если кто-то, допустим, берем такой пример, попал в орбиту уголовного преследования, прошел все процедуры, значит, суд первой инстанции, апелляционной и так далее, назорно дошел до Верховного суда, Верховный суд оставляет там приговор без изменения, и якобы этот человек может обратиться в Конституционный суд. Это не так. Верховный суд ставит окончательную точку, и дальше уже об жаловании этот вопрос не подлежит. Но почему я говорю все-таки о праве обращения в Конституционный суд? Дело в том, что если в процессе судопроизводства в отношении этого гражданина выяснится, что у него были нарушены какие-то конституционные права в процессе судопроизводства, то он может обратиться в Конституционный суд. Что, ну, на вскидку, так, пример я могу привести. Предположим, вот у нас существуют суды присяжных, да, которые рассматривают дела об особо тяжких преступлениях. Если, допустим, в силу каких-то причин ему не разъяснили вовремя его право на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей, или убедили в том, что это не нужно, а он потом осознал, что все-таки это нужно было. Вот причины сейчас могут быть любые, я их не могу перечислить. И все инстанции прошел, и не добился как бы защиты своих прав так, как он их понимает. Тогда он, осознавая, что нарушено его право на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей, то есть его конституционное право, ощутил, что оно нарушено, он обладает правом обращения в суд конституционный. И тогда уже суд может принять соответствующее решение. Он не будет рассматривать существо вопроса. Это не его прерогатива. Но он может вынести предписание о нарушении конституционных прав данного гражданина и направить дело на новое рассмотрение. Как вы считаете, вот это то есть конституционный суд, потом отменяют на конституционный совет, то опять конституционный суд. Это жизнью как-то продиктованность или необходимость именно учреждения конституционного суда, именно вот таких фактов, которые в качестве, ну так скажем, может быть, абстрактного примера привели. Насколько много таких фактов, чтобы мы сейчас говорили, о, это как хорошо, теперь будет в Казахстане конституционный суд. Ну это мировая практика вообще. Мы часто ссылаемся на мировую практику, да? Мы, значит, по мировой практике что-то сделали, то мы говорим, нет, это нам не подходит, а опять что-то меняем. Вот по жизни, как вы считаете, это нужно? Я знаю, что оппозиция, представители оппозиции, политики оппозиционные уже много лет говорят в качестве, а одной из реформ предлагают, нужно учредить конституционный суд. Ну, чем они руководствуются? Вроде это дело хорошее, опять же, со ссылкой на мировую практику, да? Я еще спрашиваю, по жизни, вот много ли таких фактов, когда гражданам необходимо в плане защиты их конституционных прав, вот возникает необходимость обратиться в конституционный суд? Евгений Васильевич, дело в том, что конституционный совет – это не судебный орган, прежде всего, надо с этого начать. Это орган, как я уже сказал, сусисляющий контроль за соблюдением конституции. Конституционный суд, его можно назвать квазисудом. Он тоже, его основные полномочия – контроль за соответствием законов конституции. Но, тем не менее, он уже в определенной мере становится вот на защиту прав и законных интересов простого гражданина. И вот в этом его отличие, и в этом его важность. Вы правы в том, что у нас пока, на сегодняшний день, ну, в конституционный совет там и нет обращений особо, и не может их быть. Но у нас даже в суды присяжных сейчас недостаточное количество человек обращается, то есть с ходатайством о назначении своих дел с участием присяжных. Почему? Ну, потому что дело новое, в общем-то, неизвестно, как оно будет. Все равно столетиями, ведь не менее ста лет в некоторых западных странах существуют те же присяжные суды, те же конституционные суды. У нас это дело новое. Мы действительно можем ошибаться. Конституционный совет был оправданной мерой, на мой взгляд. Вот искренне говорю, он себя оправдал. Тот же конституционный суд, который у нас существовал до определенного периода, до новой конституции, он рассмотрел за весь период только одно дело. Одно дело. Это дело, вы помните, о неправильном оформлении этих избирательных участков. То есть неравномерное распределение народа было, признал суд, конституционный суд тогда еще был. Это не конституционным. В связи с чем были признаны нелегитимными выборы, и Верховный совет был распущен. Вот я вам говорю, за много лет только одно дело было рассмотрено. Разве это не показатель? Зато какое дело? Да, дело резонансное, конечно, и значимое очень. Но, в принципе, вот тогда, исходя из того, что все-таки дел как-то не было, что суд этот не загружен был, все-таки признали, что на данном этапе важнее сохранить конституцию. Конституцию приняли в 1995-го года, и мы должны были действительно ее охранять. И, в общем-то, у нас это получилось. Она работает до сих пор. Вы вот уже упомянули о суде присяжных. В послании у президента говорится, в том числе, вот в этом направлении, о том, что пока суды присяжных рассматривают только особо тяжкие преступления, он предлагает расширить круг дел, которые могут рассматриваться этими судами. Здесь надо иметь в виду следующее. Суд, мы привыкли суд присяжных видеть на телеэкранах, когда, значит, борются прокурор и адвокат, а суд присяжных выносит вердикт, виновен или не виновен. У нас, во-первых, немножко совершенно другая структура в каком плане. У нас, как таковой, системы суда присяжных в моем понимании нет. Почему? Ну, классический суд присяжных, это суд, я не буду легче читать, просто в двух словах, это англосаксонская система, когда коллегия присяжных заседателей, независимо от профессионального судья, она сама выносит вердикт, судья ведет процесс как председательствующий, дает напутствие, посмотрите, кто прав, кто не прав. Они уединяются в совещательной комнате и выносят вердикт, повторюсь, вердикт. Виновен, не виновен, первый вопрос. Было ли событие преступления, виновен, не виновен, третье, какая мера доказания. И судья уже, ориентируясь на их вердикт, дальше может вынести приговор, меру наказания и так далее. У нас, по существу, переделанный Советский суд. Помним, да, был председательствующий в суде, два народных заседателя. Потом расширили это количество заседателей по некоторым видам преступлений до четырех. Стало у нас четыре заседателя и судья. Теперь стало десять заседателей и судья. Но судья наряду с этими заседателями участвует в рассмотрении дела. То есть он обсуждает, виновен, невиновен. И в этом плане он очень сильно может влиять как раз на мнение. Мы же понимаем, да? Поэтому я полагаю, что вот эти суды присяжных, которые сегодня есть, будут трансформированы в классическую систему, в классические суды присяжных. И тогда, наверное, будет и расширен перечень уголовных дел, по которым будут рассматривать совершение преступления. Причем, вот в этом случае как раз усилится состязательность сторон. То есть адвокат и прокурор, обвинитель, они будут действительно состязаться, потому что они должны убедить присяжных в том, что один должен убедить, что виновен, другой невиновен или виновен. А кого они в первую очередь должны убедить, судью или присяжных? Присяжных, только присяжных, да. А вот сейчас как раз надо судью убеждать. А судья профессионал, он знает сам, как вести дело. И у него судья ведь тоже приговор выносит, исходя из внутреннего убеждения. А у него, может, убеждение сложилось уже еще до рассмотрения дела, кстати говоря, такое тоже не исключается. Что-то вы употребили понятие «профессиональные судья». То есть судья, они профессионалы, они, значит, знают, как повернуть процесс. Но одной из болевых точек в судебной системе, это общепризнанно, и президент это подтверждает, является все-таки справедливость при принятии судебных решений. И, в частности, вот послание как раз говорится о том, о необходимости введения прозрачности в работе Верховного судебного совета, да, так называется он? Высший судебный совет. Высший судебный совет при формировании корпуса судей. То есть конкурсы, которые проходят при, скажем, заполнении вакансии судей, должны проходить, предлагается, чтобы это проходило даже в режиме онлайн. А как это практически возможно? Это очень сложный вопрос вы задаете, потому что, мне кажется, изначально было немножко допущено неправильное, допущен был неправильный подход к формированию судебного корпуса с учетом мнения Высшего судебного совета. Идея эта хорошая, чтобы потенциально, значит, судья проходил соответствующую процедуру отбора в Высшем судебном совете, чтобы проверялась его профессиональная подготовка и так далее. Но на практике это немножко было сделано по-другому. То есть из числа всех претендентов, а их несколько сотен, при открытии той или иной вакансии, ну, а больше никогда одна вакансия, когда несколько вакансий открываются в Казахстане, как правило, председатель Верховного суда, он же член Высшего судебного совета, он отбирает со своим аппаратом потенциальных, предварительный отбор делает потенциальных судей. И потом уже их выставляет на, так сказать, конкурс на осмотрение членов Высшего судебного совета. То есть изначально Высший, Самый Высший судебный совет, он ограничен в рассмотрении количества кандидатов. Он, значит, рассматривает только тех кандидатов, которые представлены вот аппаратом Верховного суда, ну, конкретно Верховного. Насколько вероятно, допустим, у Вас, как у члена этого совета, появится желание, Вы не увидели в числе кандидатов, которого считаете, ну, не потому что Вам взятку дали, извините, да, просто Вы знаете этого человека, что он действительно профессиональный судья, он себя зарекомендовал уже на практике, или просто юрист профессиональный. Насколько реально Вам провести эту кандидатуру через решение совета? – Если этот человек уже находится в части тех, кого подали для утверждения… – Нет, его там нет. – Его там нет. Если его там нет, ну, я убежден в том, что этот человек достоин, я могу, да, как член Высшего судебного совета затребовать эту кандидатуру, задать вопрос, почему его нет. Я его знаю, я его могу рекомендовать, я уверен в его способностях и так далее. Ну, вот, кстати, Вы точно теперь чувствуете изъян вот этой системы, потому что хорошо, если я его знаю. А если я не знаю? Если у него нет возможности обратиться к члену Высшего судебного совета, то здесь опять играет роль субъективный подход. Субъективный подход со стороны и председательствующего, и со стороны членов Высшего судебного совета, и с моей стороны, как члена совета. Поэтому вот от этого надо уходить. Каким образом уходить? Я полагаю, ну, во-первых, очень правильно вот то, что предполагается, значит, прозрачность повысить. Это, во-первых, я бы сказал так, мы переходим все-таки к цифровому Казахстану, это очень важно. Я думаю так, что предварительно членам Высшего судебного совета надо рассылать, допустим, материалы о том, где открывается вакансия, кто, значит, претендует на занятие данной вакантной должности. Это должно быть опубликовано в средствах массовой информации, что начинается, значит, подбор кадров. Они уже там числятся, так сказать, в списках прошедших вот этот предварительный отбор или начальный самый отбор. Но они должны уже каким-то образом о себе заявлять. Я бы не сказал, что большой конкурс, кстати говоря, на судейские места. Этого нет, к сожалению. Потому что в отдаленные районы тоже так сложно пока судью подобрать. А вот другой момент. А ответственность тех, кто рекомендует этих людей, которые потом вдруг оказывается, что они в числе взяточников, ведь мы-то практику последних лет помним, что некоторые даже члены Верховного суда привлекались ответственности за, значит... Злоупотребление за взялоупотребление. А вы знаете примеры, чтобы кто-то, кто их рекомендовал на эти посты, какую-то ответственность понес за то, что его рекомендуют? Нет, я таких примеров не знаю. И их, по-моему, просто-напросто нет. Но вообще вот вы мне подсказываете идею интересную. Еще один момент, о чем говорится в послании, это президент высказал, значит, необходимость, сказал необходимости принятия конституционного закона в прокуратуре и полномочия по правам человека. Там, правда, еще связывали и расследование преступлений, вот, связанных с пытками. Да, и что, вот, дескать, нет специального органа, который этим занимался, ну, как бы, так скажем, независимо, надо понимать, расследование проводил, да. И тоже президент считает, что этим должна заниматься прокуратура. А что, она этим сейчас не занимается? Насколько мне известно, прокуратура только этим занимается, эти полномочия у нее есть. Другое дело, что мы, как бы, не признавали, что у нас есть пытки. И вот эти вопросы, пытки, они рассматриваются в общий уголовный порядок, предположим, как намесение там телесных повреждений и так далее. А теперь речь идет о том, чтобы это отдельно, она уже, статья такая, уголовная есть, пытки. Поэтому, видимо, чтобы вот подчеркнуть значимость вот этой борьбы, потому что мы присоединились к факультативному, ко второму факультативному протоколу ООН. И там, значит, это особо оговорено, что должен быть орган, который, значит, занимается вопросами противодействия пыткам. Ну, у нас решили определить прокуратуру, хотя, как я уже сказал, она и сегодня занимается, ну, ей, значит, будет просто придан более высокий статус. Послание достаточно емкое, ну, там, насколько, по-моему, 10 направлений различных. Мы сегодня поговорили только об одном направлении. Вот, но уже некоторые политики ставят вопрос таким образом, что, дескать, это послание настолько всеохватно, что почему бы правильнее всего. И там же буквально в какое направление не возьмешь, там везде, значит, нужно принять закон, там, внести поправки Конституции. Уже раздаются предложения о необходимости вообще принятия новой Конституции. Как вы относитесь к этой идее? Я полагаю, что Конституция не черпала своих возможностей. Достаточно носить поправки. Это практикуется везде. Во всяком случае, мы находимся на новом этапе развития Конституционного права. И рубить с плеча сейчас было бы неправильным. Наоборот, если уж мы заговорили о всеобщей политической модернизации Казахстана, значит, надо очень осторожно относиться к тем фундаментальным началам, которые уже себя показали как жизнеспособные. Да, говорится о том, что не менее 20 или 30 поправок в Конституцию надо вносить. Все эти поправки будут касаться вот этих вопросов, которые, кстати, мы сегодня обсуждали. Но лучше, может быть, еще подождать, когда мы опробируем все вот эти вот новации с политической системой новой, которая только зарождается, в принципе. То, что вот произошло в начале января, в рамках Конституции все было погашено. Ни Конституция не нарушалась, и не надо было новых механизмов придумать. Вы же сами видели. В рамках Конституции все было сделано. То есть были соответствующие полномочия перераспределены. Совбез возглавил президент и так далее, и так далее. И все это было сделано именно с учетом действующей Конституции. Что, Сергей Михайлович, спасибо за интервью. Всем доброго. До свидания. До свидания. Вообще права человека настолько тонкая материя, что вопросы по поводу их соблюдения будут возникать постоянно. Главным образом, по причине сложности определения такой степени свободы одних людей, которая не ограничила бы права и свободу других. Можно продекларировать эти принципы, их реализацию, обличь конкретные правовые нормы, создать поднадзорные механизмы по их соблюдению. Однако не факт, что проблемы исчезнут. Во сополагающих статьях Конституции Казахстана права человека прописаны. Они конкретизированы в различных законодательных актах. Тем не менее, дистанция между этими документами и реальной практикой еще велика. За что казахстанские власти и критикуются международными организациями. Будем надеяться на то, что меры по усилению правозащитных институтов, предложенные в послании главы государства, число поводов для такой критики кардинально уменьшат. Правительство рассмотрели итоги социально-экономического развития Казахстана за январь-март текущего года. В Кабинете министров констатировали, благодаря устойчивому экономическому развитию в первом квартале рост валового внутреннего продукта составил 4,4%. Положительная динамика наблюдается во всех отраслях. Чего не скажешь об инфляции. Там нарастающий глобальный экономический кризис дает о себе знать в полной мере. Иногда с самой неожиданной стороны. Но об этом чуть позже, а сейчас посмотрите подборку новостей, подготовленную журналистами телерадиокомпании «Алау». С 11 апреля были сняты ограничения на пересечение сухопутной границы Казахстана с тремя странами – Узбекистаном, Кыргызстаном и Россией. Однако автомобильные пункты Акбалшик и Кандубай до принятия соответствующего постановления правительства по их открытию будут временно закрыты. Они не будут осуществлять пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров, говорится в сообщении пресс-службы КНБ. В связи со снятием ограничений ожидается увеличение пассажирского и грузового потоков, что приведет к скоплению транспортных средств на пункте Кайрак. Поэтому всем, кто собирается выезжать за границу в этом направлении, рекомендуют планировать время с учетом этих обстоятельств. В прежнем режиме работают еще три пункта для пересечения границы с Россией – Убаган в Узункольском районе, Жилкуар в Житикаринском и Аят в районе имени Беймбета Майлина. Отдел занятости Кустаная ведет прием документов от желающих получать адресную социальную помощь. Напомним, что она начисляется ежеквартально, и каждый новый квартал требуется обновлять документы. Адресная социальная помощь назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума. На этот год это 36 018 тенге. На АСП смогут претендовать все, кто подходит по критерию семейного дохода. Многодетные семьи, признанные малоимущими, также могут получать АСП. И одинокопроживающие граждане в том числе. В Кустанай сейчас это примерно 1400 человек. В этом году результаты одобрения или отказа приходят в виде СМС на мобильный. Но люди часто указывают неверные номера телефонов и в результате могут остаться без господдержки. То же самое и с адресами проживания. По словам чиновников, зачастую вместе с АСП люди получают и продуктовые корзины. Но поставщики не могут найти людей по указанным адресам. Поэтому в отделе занятости просят кустанайцев, подающих документы на АСП, указывать контакты правильно, а в случае их изменения оповещать об этом заранее. 305 килограммов батареек собрали кустанайские школьники, участвуя в акции в прошлом году. Отметив высокую активность школьников, их родители и педагогов, экоактивисты запустили такую акцию повторно. Инициатором выступил экологический клуб «НЕКО», заручившись поддержкой управления природопользования и регулирования природных ресурсов. Один из ящиков по сбору использованных батареек, например, стоит в кустанайской школе-лицея номер один. Учащиеся активно приносят батарейки сами, вовлекают в акцию родители и друзей. Чтобы принять участие в акции, достаточно принести использованные батарейки и опустить в специальный ящик. К слову, в этом году география акции значительно расширяется. Она вышла за пределы города и стала областной. Итоги акции по сбору батарейки изначально планировали подвести в мае, но решили продлить до сентября. По плану организаторов, как только определят победителей, тут же объявят старт нового сбора батареек. Это позволит сделать акцию непрерывной. В этом году для проведения скрининговых исследований в Кустанайской области Фонд социального медицинского страхования выделяют 426 миллионов. В предыдущие два года эта сумма была значительно меньше. Сначала помешала пандемия коронавируса, а когда карантин ослабили, люди неохотно приходили на профилактические осмотры. Неосвоенные средства возвращались обратно в бюджет. Но в целом, по итогам прошлого года, на медосмотры было затрачено 350 миллионов тенге и было оказано 160 тысяч услуг. Процедура прохождения скрининга осталась прежней. Человека приглашает участковая медсестра из поликлиники по месту прикрепления. А далее, в зависимости от целевой группы по возрасту, есть возможность пройти бесплатно целый ряд исследований. К примеру, на выявление артериальной гипертонии, диабета и глаукомы. Проводится и диагностика онкозаболеваний. В этом году в Кустанайской области все-таки проведут ремонт газопровода «Карталы-Рудный», который отложили в прошлом году. Напомним, что он должен был пройти в августе. Тогда на целый месяц обещали отключить около 30 населенных пунктов от газа, в том числе Кустанай, Лисаковск, Табыл и села в Алтанцаринском, Кустанайском и Федоровском районах. В этом году время ремонта и сроки работ точно неизвестны, но в Управлении энергетики и ЖКХ отмечают, что месяцем ремонта, возможно, станет август. Подробности обещают озвучить чуть позже в АО «Кастронгаз Аймак». 12 апреля правительство подвело итоги социально-экономического развития в первом квартале текущего года. Несмотря на все сложности этого периода, в экономике Казахстана зафиксировали рост на 4,4%. Тем не менее, конфликт, разразившийся на мировой арене, мимо Казахстана не проходит. Он дает знать о себе в удорожании жизни. Инфляция в первые два месяца держалась в годовом выражении около 8,5%, но к концу марта подскочила до 12%. Председатель Национального банка Галымжан Перманов в качестве основной причины подхлестнувшей инфляцию назвал удорожание продовольственных товаров. Продовольственная инфляция ускорилась с 10 до 15,4%. Причем цены на социально значимые продукты питания только за последнюю неделю марта подскочили на 18,6%. В качестве одной из причин такой динамики председатель Национального банка назвал ажиотажный спрос спровоцированный военным конфликтом между Украиной и Россией и последствиями экономической санкции против Российской Федерации. На этом фоне возникла тревожная ситуация с ценами на хлеб. На продукт, цена которого у нас по исторической традиции носит политический характер. Опасения возникли после того, как только за последние 20 дней цена на пшеницу в Казахстане подскочила на 25%. А тут еще и мукомолы закричали на весь свет, что не могут купить зерно для помола и производство муки вот-вот прекратится. Неужто оставят народ без хлеба? Руководство сельского хозяйства успокоило. Зерна для помола и муки для выпечки хлеба в Казахстане достаточно. Первый вице-министр Айдарбек Сапаров сообщил журналистам, что на 1 апреля в республике имелось 6 миллионов 400 тысяч тонн пшеницы, что с лихвой хватит не только для производства муки на внутренний рынок, но и для экспорта в другие страны. Если говорить о причинах, поднимая вам вопроса, то дело, на наш взгляд, не в достаточности зерна, а в цене на это зерно. Ранее наши мукомольные предприятия активно импортировали пшеницу из России по более низкой цене, особенно в приграничной области. А наше зерно уходило в основном на экспорт. Этот баланс сохранялся до введения России запрета на вывоз зерновых культур. Данное решение вынуждает мукомолов срочно переходить на закупки на внутреннем рынке, где, соответственно, выросла цена на зерно. При этом из 6,4 миллиона тонн, имеющейся объема, 3,4 миллиона тонн хранится у сельхозтоваропроизводителей, которые хотят высокой цены на свою продукцию. Окончательную черту под недавним ажиотажем по поводу мукомольного дефицита подвел министр сельского хозяйства Ербалат Каршакеев. Ситуация у нас стабильная, нормальная. И те меры, которые мы приняли в отношении квотирования, экспорта пшеницы и муки, они обеспечат нашу стабильность. Более того, у нас в государственных ресурсах имеется достаточно объемов зерна. Это зерно у нас хранится, и мы в случае чего можем полностью перекрыть потребность. Я сегодня уже журналистам приводил пример. 600-800 тысяч тонн зерна у нас имеется. Если это все в муку перевести, в принципе, мы можем более чем двухгодичную потребность Казахстана по муке закрыть. В этой связи прошу не спекулировать на этой теме. Казахстан имеет все возможности в случае необходимости закрыть полную потребность страны в мучных изделиях. Названные цифры по запасам пшеницы и муки в Казахстане обнадеживают. Тем не менее, Министерство сельского хозяйства для реальной оценки наличия зерна в стране решило провести соответствующую ревизию. Заодно и ограничить экспорт пшеницы введением квоты на вывоз. При определении размера квоты Министерство сельского хозяйства исходило из того, чтобы при самых неблагоприятных возможных обстоятельствах пшеницы для обеспечения внутреннего зерного рынка хватило бы до сбора нового урожая. Короче, война войной, а законы рынка диктуют свои условия. Оказалось, что даже при наличии на мировом рынке достаточном количестве товарной массы сбой в цепочках их поставки или неблагоприятный прогноз по их объему в ближайшем будущем создают ажиотажный спрос. И кто-то обязательно пользуется этим для своего обогащения. Подхлёстывая инфляцию. Хотя у министра сельского хозяйства Ербалата Карашакеева по поводу роста цен на зерно и соответственно на муку другое мнение. В этой связи рост цен, конечно же, благоприятно скажется на наших сельхозтоваропроизводителей. В этой связи мы в этом году, я это говорю всегда и призываю, когда я в регионы езжу, что мы должны максимально воспользоваться ситуацией, благоприятной конъюнктурой и прогнозами по росту цен на основную группу сельскохозяйственных товаров, которые производит Казахстан. Поэтому мы должны максимально засеять все площади и получить хороший урожай. Эффективно используя все агротехнологии и наши сельхозтоваропроизводители имеют очень хорошие возможности заработать в этом году для того, чтобы дальше развиваться. Больше производить здесь, чтобы у нас для внутреннего рынка достаточно было для самих потребителей. Здесь, конечно, мы не хотим, чтобы цены сильно росли, но всю остальную сверх этого произведенную продукцию нам надо экспортировать, завоевывать новые рынки, максимизировать прибыль. Я думаю, что наши сельхозтоваропроизводители это заслужили. Правительством, которые проповедуют рыночные ценности, ничего другого не остается, как только лихорадочно искать монетарные методы по сдерживанию инфляции, а гражданам с тревогой наблюдать, как изо дня в день худеют их кошельки. Вы смотрели программу «Точка зрения». Всего вам доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова